В Германии громкие кадровые перестановки. Уволена глава федерального ведомства по вопросам миграции беженцев. За что и кто займет ее место, знает Татьяна Лугунова. Временно без руководителя. Глава федерального ведомства по вопросам миграции беженцев уволена. Приемник пока не назначен. В отставку Юту Корт отправил министр внутренних дел Германии Хорс Зейхофер. Из-за громкого скандала, в центре которого оказалось миграционное ведомство. Кресло под Ютой Корт зашаталось еще в конце апреля. Тогда немецкие СМИ сообщили в филиале ведомства в Бремене, на протяжении нескольких лет царил настоящий хаос. Якобы сотрудники этого отделения удовлетворяли ходатайство о предоставлении убежища, даже если у просителей не было достаточно оснований для его получения. И зная про их лояльность, в Бремен даже специально привозили беженцев из других немецких земель. Как только разгорелся этот скандал, работу бременского филиала заморозили. Установили, что с нарушением правил убежище там получили более тысячи человек. Но вот что это было халатность или коррупция до сих пор не выяснили. Расследованием сейчас занимается комитет Бундестага по внутренним делам. Депутаты уже заслушали бывшего и действующего министра внутренних дел, а также всех топ-чиновников, которые отвечают за миграционную политику. Но виновных пока не нашли. Пока что мы видим, что проблемы в ведомстве возникли из-за того, что число беженцев резко возросло в один момент. Если в 2010 году Германия приняла 30 тысяч беженцев, то в 2015 в разгар миграционного кризиса к нам приехали 900 тысяч человек. То есть в 30 раз больше. Любой, кто честен перед собой, независимо от того, какой пост он занимает, знал, мы находимся в чрезвычайной гуманитарной ситуации. И политически было принято решение попробовать с ней справиться. А это иногда порождает ошибки. Кто теперь будет отвечать за миграционную политику и возглавит ведомство, пока непонятно. По последним данным, с начала года заявки на получение убежища уже подались 78 тысяч человек. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Бюро телеканала «Интер».